Обзор на Rearable. Площадка для купли-продажи NFT токенов, аналог OpenSea. На главной странице Rearable можно видеть топ селлеров, продавцов, либо же сделать топ покупателей. На первом месте Mark Cuban, на втором – Paranxia и так далее. 40-34 эфиров – это за всего лишь один день. Также можно отфильтровать за 7 дней или за 30 дней. Допустим, давайте посмотрим за 30 дней, кто же у нас стал топ селлером. Ну, конечно же, Прэнкси – 226 эфиров. На втором – Cyber Wonder и Nook Cuban тоже, в принципе, здесь же. Горячие беды. Кто сейчас выставляет, ну и какие можно купить. Например, такие прикольные чувачки, солдаты из «Звездных войн» в такой вот одежде, точнее, без одежды. Дальше, как на OpenSea, также можно выбирать, ну, по видам NFT, мета-вселенные, игры, панки, арт-искусство, домены, имена, DeFi, MEMS, ну и NSTVW. Либо также фильтровать недавно добавленные, дешевые, дорогие, самые залайканные. И здесь еще, кстати, да, есть такой раздел «Verified Only». Прикольный. То есть, вот разные коллекции. CryptoGash, кстати, тоже прикольно, недавно на нее наткнулся, выпустила. В общем, ну, так же, как на OpenSea, сюда попадают только верифицированные пользователи, которые уже представляют, ну, какой-то в NFT-сфере вес имеют вообще в интернет-пространстве. Хотя я даже и, в принципе, не понимаю, зачем людям выставлять свои NFT-шки, когда они, ну, не художники, не какие-то арт-личности. Потому что, ну, выставить разово, попытаться продать – это такое себе. Создавать с нуля, запускать рекламу и так далее. Ну, и здесь в чем еще особенность Rarible от OpenSea – все на одной вкладке. То есть, вот, ну, куда ее не скролить страницу, она будет одна. Здесь вот в самой, в разделе справа можно смотреть информацию проекта, владелицы его, история и ставки. Ну, и так как OpenSea сотрудничает с Rarible, а Rarible с OpenSea, здесь вот такая есть кнопка в iPhone OpenSea. То есть, такая же криптогейша, они есть и на OpenSea. Ну, потому что это правильно. Если ты художник, автор, ты должен выставиться на как можно больших площадках для того, чтобы, ну, как можно больше людей тебя заметили. Но все же OpenSea намного больше имеет сейчас объемы продаж, известность. Rarible – это просто как иное решение для продавцов, чтобы у них было ли, ну, масс-продажи. И там, и там. Есть темная, светлая тема. Вот это светлая, вот темная такая. Подключение происходит также через MetaMask. Вот здесь в HowItWorks, как это работает, есть видео, потом, если хотите, посмотрите. Видео показано, как можно создавать именно на Rarible свои NFT-шки. Но, опять же, повторюсь, это не для рядового пользователя крипты, скажем, а именно для того, кто арт-художник. Даже так часто бывает, что наоборот, арт-художник совсем не связан с криптой, и он приходит сюда и, ну, что-то размещает. Либо же у него есть друг, который шарит в NFT и говорит ему, давай разместимся там-то, там-то. И с примечательного в площадке Rarible. 75 тысяч токенов Rarible распределяются каждую неделю. 50% получают продавцы и 50% покупатели. Ну, напомню, Rarible торгуется по 29 долларов. Конечно, он сделал невероятный скачок в росте с... Вот, за 30 дней 1355%. Поэтому 75 тысяч токенов, ну, даже на всех продавцов это не так уж и мало. Даже если получать, например, ну, 4 токена, 4-5 токенов, это уже за 100 долларов будет. Такое поощрение еженедельное хорошее. Здесь есть раздел FAC, где можно почитать подробнее про Marketplace, как он работает. Вот NFT, это ERC-721 токен. В общем, такие более общие вопросы. Вопросы, касающиеся конкретно площадки Rarible и Rarible токенов. Останавливаться я на этом подробно не буду, потому что, ну, по сути, создание NFT токенов, это про... Вот есть биткоин, а есть NFT токен. В чем разница? NFT, ну, NFT это тот же самый токен, просто там добавляется в блокчейне надстройка. Надстройка, где указывается, какое будет изображение у картинки, ее порядковый номер какой-то и, по сути, адрес, к которому будет привязана, ну, это NFT, то есть владельца подтверждения. А так все. Поэтому, когда кто-то создает NFT, создание строится на одном и том же алгоритме, на той и той, одной и той же последовательности, когда мы подтверждаем то, что вот это наша картинка, загружаем ее, указываем какие-то данные, имя, картинки, ее описание и, по сути, все загружаем на блокчейн. И вот у нас NFT готова. Комиссия такая же, составляет 2% на все продажи с каждой купленной NFT. Ну и как итог, лично мне больше нравится в первую очередь OpenSea, потому что лично для меня там более friendly интерфейс, более юзабельный. Я уже привык к тому, что можно смотреть по разделам, выбирать. Здесь, конечно, тоже это есть, но как-то там мне нравилось больше. Допустим, вот я хочу games, но я не хочу смотреть все NFT, построенные на игровой модели. Я хочу конкретно какую-то игру посмотреть, конкретный проект. Но плюс в том, что, например, вот у вас будет поощрение. Вы продадите даже всего лишь одну какую-то NFT или купите, и вам будут начислены сколько-то рейли. Ну вот такой короткий обзор, потому что, в принципе, нет разницы большой от OpenSea и Rarible, ой, площадки, где продают-покупают NFT-шки. Поэтому похожие модели просто как вариант для покупателей и продавцов дополнительный. Поэтому подписывайтесь на телеграм-канал и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok